Вас приветствует Старс Эксклюзив. В России популярность Анжелики Варум не утихает с 1991 года. Несмотря на то, что артистка уже давно заработала себе известное имя, армию поклонников и состояние, она продолжает активно работать, а не жить в свое удовольствие в 51 год. Во время пика своей популярности Анжелика Варум после развода с первым супругом стала завидной невестой. Много богатых мужчин охотилась за сердцем талантливой, миниатюрной красавицы, но свое сердце певица отдала Леониду Агутину, который на тот момент только набирал популярность и на сцене часто выступал босиком. Влиятельный отец артистки был против союза дочери с Агутиным, но тем не менее пара поженилась и счастлива в браке до сих пор. Варум и Агутин часто вместе выступали и гастролировали, записывали совместные песни. Делали все вместе, сообща и любя друг друга. В какой-то момент появились слухи, что Леонид Агутин в некоторых песнях поет за Анжелику, однако сами артисты официально эту информацию опровергли. За годы брака у Анжелики и Леонида появилась дочь Елизавета, которой уже 22 года. Девушка всегда жила в США и не планирует жить в России. Она окончила школу, создала собственную рок-группу и выступает по местным заведениям, не имея особой популярности. Елизавета всю жизнь жила беззаботно, ее обеспечивали родители, которые в это время трудились в России и гастролировали по разным странам. Что самое удивительное, несколько лет назад Варум-младшая призналась, что не знает ни одной песни отца и матери. Как минимум, это вызывает недоумение. Как можно не интересоваться деталями работы родителей, когда десятки тысяч россиян до сих пор поют Ля-Ля-Фа, Зимнюю вишню, Городок и многие другие песни. С другой стороны, винить Лизу не в чем, значит ее так воспитали родители, которые не захотели посвящать дочь в тонкости своей работы. Самое главное, что в семье Варум и Агутина всех все устраивает. Желаем Анжелике Варум большого творческого потенциала и оставаться такой же привлекательной. Ставьте лайки и подписывайтесь на Старс Эксклюзив.